здравствуйте уважаемые зрители канала про цветок меня зовут дмитрий работа в огороде уже завершены ведь началась зима и сегодня я хочу рассказать о том как распланировать свой огород чтобы в нем были чистые проходы между грядок не было никакой грязи и сорняков наверняка каждый из вас сталкивался с такой ситуации когда после дождя в огород невозможно зайти без сапог однако есть простой способ защитить огород от грязи и спокойно заходить в огород проходить между грядок в обычных тапках или даже босиком хочу вам рассказать о мульчировании для мульчирования проходов используют различные материалы часто используют агроволокно либо геок текстиль однако такие материалы стоят недешево особенно если у вас большой огород большой участок то конечно можно попасть на немалую сумму денег замульчировав все проходы между грядок я же использую в своем огороде доступные натуральные материалы которые стоят дешево или их можно получить абсолютно бесплатно в первую очередь я использую солому солому я беру собственного поля ведь каждый год я засеваю рожь либо пшеницу на свободных участках это и зерно это и солома для мульчирования солома отлично подходит в качестве мульчи ей можно мульчировать как проходы между грядок так мульчировать и посадки на огороде это отличная защита от сорняков муча помогает сохранить влагу в почве а также в процессе разложения переработки почвенными микроорганизмами и дождевыми червями мульча служит дополнительным питанием для растений для мульчирования проходов между грядками нужен достаточно хороший слой соломы не меньше 15 а то и 20 сантиметров только в этом случае сорняки не будут прорастать и под ногами не будет никакой грязи после дождя если делать слишком тонкий слой например сантиметра 3 либо 5 тонкий слой соломы то конечно же сорняки прорастут и в огороде будет грязь когда идут дожди поэтому учитывайте что обязательно должен быть толстый хороший слой это поначалу кажется что он слишком высокий слишком объемный но в процессе хождения между грядок солома будет утаптываться уплотняться этот слой уменьшится поэтому первоначально 15-20 сантиметров смело застилайте слой соломы второй материал который использую это сено в отличие от соломы сено разлагается быстрее и в летний период когда идет активная вегетация когда почва теплая когда почвенный микроорганизм присутствует у нас в огороде они все это перерабатывают всю эту мульчу и сено быстро разлагается поэтому например если используем солому то солома мы можем застелить весной и и хватит на весь период то есть до самой осени она полностью не разложится но если используем сено то придется его подстилать несколько раз например застилаем весной либо в начале лета когда сено появляется уже идет сенокоз и затем второй раз во второй половине лета также используя сено нужно учитывать и другие моменты ни в коем случае нельзя использовать сено от газонов которые обрабатывались гербицидами ведь гербициды применяемые для газонов для обработки газонов долго накапливается в этом все не в траве затем попадая на огород отравляют почву и угнетают рост растений поэтому если вы газон обрабатывали гербицидами то такую траву в огороде использовать никак нельзя не в качестве сена не в качестве мульчи и даже нельзя бросать в компост такая трава подлежит уничтожению то есть ее нужно вынести за пределы участка либо выкинуть в мусор еще одним материалом который я использую для мульчирования проходов между грядками являются опилки опилки можно использовать как лиственных пород таких войных пород если для внесения почву для легкости почвы лучше использовать все-таки опилки лиственных пород так как они меньше закисляют почву то для мульчирования проходов между грядками можно использовать спокойно и хвойные породы деревьев так как подкисление значительного почва на грядках не будет ведь мы вносим опилки не в грядку не под перекопку а лишь мульчируем проходы тем более проходы если вы уж так боитесь закисления почвы можно дополнительно посыпать например доломитовой мукой либо извести чтобы такого подкисления не было опилки в качестве мульчи могут служить и не один сезон они достаточно долго разлагаются особенно если насыпать хороший слой слой опилок должен быть не менее пяти сантиметров еще одним материалом который можно использовать для мульчирования и он доступны и можно сказать бесплатны это древесная щепа если у вас остается много различных веток различные ботвы после обрезки сада например ветки обрезка малины и так далее так далее можно приобрести садовый измельчитель и делать щепу самостоятельно в этом случае покупать ничего не придется у вас будут большие запасы собственного материала для мульчирования у мульчи из натуральных материалов таких как солома сено опилки либо древесная щепа а может быть и кора различных деревьев которые используют для мульчирования например цветников ей также можно мульчировать проходы между грядок имеет ряд преимуществ в первую очередь эта цена такие мульчирующие материал как солома либо опилки стоят довольно недорого а зачастую их можно раздобыть самостоятельно например когда вы пилите дрова либо засеваете участки своего огорода либо поля соломой и у вас есть собственная мульча ну а сена скорее всего есть у каждого дачника огородника ведь как правило на участках всегда есть участки с травой этом есть плоду у каждого из плодовый сад где растет трава эту траву можно скосить и приготовить сено во вторых натуральная мульча намного лучше чем мульча искусственная например как вот агроволокно либо геотекстиль почему потому что мульча процессе разложения почвенными микроорганизмами улучшает структуру почвы делают ее более рыхлой легкой и плодородной далее натуральная мульча хорошо сохраняет влагу если брать ненатуральные искусственные укровенные материалы то как правило черного цвета под ними почва очень сильно нагревается и уплотняется если же мы используем натуральную мульчу то уплотнение почвы не будет потому что дождевые черви и различные микроорганизмы рыхлят эту почву перерабатывают в эту всю органику и структура почвы улучшается если вы хотите спокойно ходить по огороду после дождя без сапогов босиком либо в тапках то смело используйте натуральные мульчирующие материалы в своем огороде и вас всегда будет сухо и чисто спасибо за лайки и подписку до новых встреч